...совеческое и фантастическое. Сразу хочу сказать, что отсылок к уже упомянутой Владимиру Александровичу книге будет до крайности много, потому что именно на этом антропосовском, на культуросовском базисе я во многом попытаюсь выстроить, скажем так, свой главный тезис, а мой главный тезис, который я надеюсь в процессе данного выступления доказать на определенных исторических и исторических фактах, потому что большая часть моего выступления будет состоять из, скажем так, обзорных экскурсий по источникам с присопокуплением к ним должного акцента с тем, чтобы уподобить проявление феномена иррационального сознания в антропизации и антропоформизации необъяснимых, нерациональных и не включаемых в стандартную картину мира для этого сознания явлений. Как нечто, что впоследствии эволюционирует в такие феномены, опять-таки, у нас операционное сознание, как то, что принято в большинстве случаев поднимать дискриминации и так далее и тому подобное. Ну, собственно, что будет развиваться под процессами искомыми средневековья раннего времени, о которых я буду говорить, это, как ни странно, нередовские процессы, то есть с редовским процессами там все абсолютно понятно, хотя на малюс-малюфикар мы ссылаться будем. Это будут те процессы, когда в качестве одной из сторон, в качестве обвиняемых, в большей части выступали субъекты, которые с точки зрения прочих участников процесса и с точки зрения суда не являлись людьми. Европа средневековья, Европа раннего нового времени, знает несколько видов подобных историй. Во-первых, достаточно большой четырехвековой период так называемой охоты на городни, которые практически всегда заканчивались масштабными публичными судами. Дальше административные разбирательства, как поступать с семьей подозреваемого в эмберизме и что вообще делать в таких случаях. Это известный случай Петра... Я в эмберизме, а в панберизме. Пожалуйста. Эмберизм. Страшно, это из-за тренинга. Эмберизм тоже, конечно, ничего хорошего. И, наконец, то, что приходит в первую очередь, а именно процессы против животных и против неодушевленных предметов. Столь любимая с XIII по самое начало XVI века континентальной Европы. В основном, конечно, Франция. Примемание этим славилось значительно меньше. Собственно, если хватит времени, то я еще немножко расскажу про юридический статус с точки зрения именно обычного права, с точки зрения процесса тех людей, которые относились к потомкам Фейри в Кельской Аккумении. Потомкам кого? Потомкам Фейри и вообще так называемым Туата де Даму. Туата де Даму, народ холмов и прочее. Но вторая волна заселения Ирландии удовлетворяется низшей демонологией. Что, в принципе, рассматриваете персонажа как реальные субъекты прав вплоть до конца XVIII века, но... Ты написать его можешь, да? Но эльфа, другое, воблины все. Это опасно. Просто очень долго. Собственно, первый пункт нашей программы – это процессы гербов. Они были очень интересны с точки зрения того, что люди, когда сталкивались с своеобразной эпидемией, в короче, нападения волков, которые вели себя необычно агрессивно, то есть были случаи, когда в голодные зимы буквально там животное забиралось в дом и могло прямо-таки человека загрызть именно в рамках его жилища. Это было достаточно обыденным явлением для Северной Франции, например, в XIV-XV веке, потому что как раз тогда были очень суровые зимы, был холод, достаточно много междуусобных войн и так далее и тому подобное. То есть приходилось скверно людям, что уж говорить о бедных девчон неповинных животных. Но бывали также случаи, когда человек, то есть нормальный, обычный, скандалный человек, увлеченный в серии жестоких убийств, заявлял, что не виновата я. Все это потому, что я эльфольф, больность для меня такая. Поэтому судеб не нельзя, можно не пожалеть, лечить, в крайнем случае, экзорцировать, а вот вешать и сжигать ни в коем случае, именину, господа, и даже не в ума. И вот подобных процессов было в Северной Франции и Южной Германии достаточно большое количество с XIV по XVII лет. Причем в XVII веке очень много их было и в Балтике, и в регионах, которые экстрически граничат современные территории Петербурга и Германландии. И именно с этим был связан очень ценный процессуальный переход. То есть первое с чем, то есть первый источник, который мы встречаем с подобной проблемой, это без сомнения молод ведьм, который помимо того, что указывает на знаменитые 35 вопросов, то есть 35 основных процессуальных положений, которыми нужно пользоваться в приведовском процессе, чтобы не дай бог не сжечь кого-нибудь не того, или уж, конечно, вдвойне не дай бог не отпустить нечаянно кого-нибудь того, кого следовало бы сжечь, по мнению высокого церковного суда. Вот здесь, кстати, на самом деле сразу следует сделать сноску, что молод ведьм, он далеко не случайно использовался в качестве процессуального руководства, даже в представлении тех конфессий и деминаций, которые очень сильно любили католическую церковь. По той простой причине, что там был выражен вполне четкий утилитарный подход. Не важно, каком был нанесен действительный ущерб, не важно, насколько рассматривал субъект, действительно был способен его нанести. Важно, в первую очередь, его рациональный волевой момент, а именно, что человек собирался сделать и искренне полагал, что он в силах сделать, и к чему он припринял явно выраженные шаги. Иными словами, безусловно, автор молотой веки прекрасно понимали, что какая-нибудь пожилая деревенская бабушка, которая какие-то семена вырыт в третьем полнолунии года на холме за деревней, к ним что-то пошепчет, потом их сожжет, потом пепель подает войдой, из этого далеко не факт, что произойдет морг, падеж скота и эпидемия в бонной чумы. Но факт тот, что данная пожилая дама, скорее всего, искренне полагает, что так и будет. Имеет твердое намерение и волевое решение подобное совершить. И то, что у нее ничего не получится в результате, это уже дело десятое. То есть это на самом деле очень четко мы видим в первой книге «Молота ведьм», когда смотрится понятие того, кого можно считать ведьмой и действующим по диагностскому нарушению. И здесь можно выделить очень важный пункт, а именно, рационально-волевой момент уже не отрицается. Здесь мне хотелось бы обратиться к уже упоминавшемуся труду Пилипенко и Яковенко, а именно, но не с точки зрения эволюции типа человеческого сознания, там, человек-индивид, человек-индивид, его схождение к человеку-личности, а с точки зрения эволюции сознания общества, с точки зрения картины мира. А именно эволюция от синкризиса к основам диалектики, к первичным противопоставлениям, к вычленению человека как сознания из мира, и разделению мира на архетипы, на основные дуалистические пары, а именно свое, не свое, добро, зло, живое, мертвое, демиург, трикстер и так далее. И в конечном итоге антропизация этих пар, которая через средства низшей мифологии и низшей демонологии, которые присутствуют у каждого, абсолютно каждого народа, позволяет рационализировать окружающий мир, оторваться от синкризиса хотя бы во внешней логической структурной конструкции, потому что, что крайне важно, синкризис преодолеть полностью никогда не получается. То есть феномен рационального сознания, он тем не специфичен, что откат на первичные синкретические позиции в случае стрессовых ситуаций или поворота общества к неправоговородимым может произойти в любой момент и с поражающей эффективностью. Но, по крайней мере, рационализация мира в какой-то момент, когда она выводит нас на уровень человека-личности, когда мы не просто подменяем некой абстрактной идеей первичный страх перед магическим и психотическим миром и привычное ощущение вписанности в него у человека, когда, не просто когда вместо природы и каких бы то ни было ее явлений беглоантропизированных у нас на место священной коровской та или иная абстрактная идея, ну, к примеру, то же самое государство, но тогда, когда именно появляется критическое мышление. И именно в процессе вычленения этого критического мышления, то есть то, что как раз приходится на поздне Средникове и ранее новое время в европейской мыделе христианской цивилизации, здесь мы и видим на материале того, как развивается процессуальная регуляция подобных процессов, а именно процессов над фантастическим, которые приземлируются абсолютно реальными для тех людей, которые в них участвуют, мы на примере этого как раз и можем верить в триумф рационального сознания и постепенную маргинализацию синтетического мышления. И, мол, ответим, для нас интересен здесь в первую очередь не тем, что это наиболее известный, наиболее масштабный источник из дошедших до нас документов подобной направленности той же примерной эпохи, а тем, что там в любому иррациональному моменту придаются определяющие значения. И, собственно, здесь мы уже и видим первое разделение по поводу того, что можно судить, а что он должен уничтожать. Глава 10, главе 10, первой книги «Молота-Ведьмин» и впоследствии в главе 4, третьей книги упоминается отдельно о людях и о волках, а также о людях, которые выращиваются в волках, не подъявляясь к обучению, а потому что, ну, вот такова воля Господа Бога, значит, зачем-то они для кары невесты нужны, ну, малые грешили много в той или конкретной провинции. Вот вам, пожалуйста, вервольф, нападение, эпидемия и все, что положено. Вы, ребята, извините, заслужили. И в случае, если у нас нет элементов видовского процесса, то есть, если мы не видим здесь конкретного акта колодовства, здесь церковный суд говорит, что... здесь курс отмывает руки, говорит, что он некомпетентен это рассматривать, и передает нашего фигуранта на правах кого бы то ни было светскому суду. То есть, признает его субъектом права, который должен учать не за то, кем или чем он с точки зрения является, а за то, какой ущерб он успел нанести. И примеры этой рационализации я сейчас приведу несколько, скажем так, судебных кейсов, хотя, конечно, достаточно забавно это слово здесь применять, он по-другому не скажет. Вот несколько прецедентов, скажем так, в историческом развитии этой концепции. Собственно, наиболее известные процессы подобного рода, они, как я уже упоминала, они имели место быть в Северной Франции. И среди классических, так называемых, процессов Верольфа, когда в результате человек был признан виновным именно в колдовстве и сожжен на этом основании, это процесс Жиле-Горгьем, 1573 год, и процесс Андри Шарденда, это 1605 год. Ну и, собственно, был еще соучастник Пергурю, и фабула там была примерно одна и та же. Находили обезображенные трупы, начиналось охот, начиналось выслеживание, чтобы найти животное, которое это производит. В какой-то момент рядом с телом очередной жертвы, еще не остывшим, находили, собственно, будущего обвиняемого, который радостно объявлял, что вот, ходил я в такой-то, такой-то день в лесу, совершал черную мессу, явился на дьявол, на лучшую скорую, сказал, оборачивайся, будет тебе еда, не умрешь с голоду в такое неприятное время, которое у нас сейчас наступило. Естественно, все это кончилось с предсказуемым приговорением к сожжению на костре, но в 1603 году состоялось рассмотрение дела, которое именно сигнализировало о рационализации данного образа в общественном сознании, и именно рационализации на уровне процессуального права. Это было дело Жанна Гриньян, так называемого ребенка вербута. Кто такой был Жан Гриньян? Ну, тот момент, когда его злогили, ему было 14 лет, это был мальчик, сын местного угольщика, родители его погибли, когда он был совсем мал, ему недостаточно, но, скажем так, уже не настолько мал, чтобы не выжить самостоятельно. Какое-то время он бродяжичал, выживал за счет милостыни, потом закончилась зима, несколько улучшилась погода, он ушел в леса, там, охотился на какую-то дичь, по мере возможностей. Но через некоторое время выяснилось, что ловить маленьких детей из соседней деревни, которые бродят в лесу, собирая ягоды и грибы, это не в пример легче, чем гоняться за тем же самым, ставить с руки на кролика, гоняться за глухарем, который, наверное, может это... В общем, короче говоря, когда что-то вокруг и заподозрили, нашли пещеру, в которой означенный Жан Гранье, в котором он в том время уже из полной с 14 жил, нашли там полный архив человеческих костей детей в возрасте от 4 до 6 лет, при этом фигурант отчаянно утверждал, что он виргольф, что такова его природа, и давайте, ребята, не будем отрекнуться, ждите меня поскорее, избавьте от необходимости находиться в вашем обществе в чуждом мире. Дело это вызвало неожиданный резонанс, Гранье отвезли в Париж. Где? Где после консильного врачей церковный суд сказал, что он умывает руки, что в данном случае мы имеем дело с болезнью, с какой-то органической патологией, поэтому нужно установить, что с ним такое, и если действительно виргольф, то вылечить. А сжигать его в сущности незачем, потому что... Ну вот, органик такая, ну вот, существу не повезло. То есть Гранье официально признали не представителем человеческого рода, на этом основании его не стали казнить за совершенное им убийство, а правил Шан-Матон. Ну, Шан-Матон – это одна из первых психиатрических больниц, в принципе, в Европе. Во Франции это прекрасное заведение действовало с конца 16 века. Действовало в основном по методам карательной психиатрии. Ну, если кто интересуется, это я могу отослать Мишелью Фуко. Проложение, правда, было вполне непильным. Ну и после того, как выяснилось, что он неизлечим, ну, лечили, конечно, такими способами, как было бы странно, если бы он оказался излечим. Мишелью, что хватит лечить, надо дрессировать. Дрессировка была завершена успешно, и через два года Гранье был выпущен на свободу, обещал весничество в качестве ручного гонка, где, собственно, через четыре года при охлаждении неверной диеты. И вот после этого случая, в принципе, стало кардинально меняться отношение общества к таким процессам. Во-первых, они перестали выживать ажиотаж. То есть люди не съезжали за тысячу льер посмотреть, как будут судить и сжигать очередного Вербольфа либо псевдо-Вербольфа. Более того, в 1692 году серия таких процессов прошла в Эстонии, так называемые Вильнюсские ледовские процессы, для которых был, ну скажем так, судебный подсекцией процессов по Вербольфам, где семья из восьми человек, которую лечили в уборничестве, защищала себя сама и заявила, что никаких сделать с дьяволом они не заключали. Это органика, они такими родились. Мы сами не люди ваших человеческих законов, не знаем и знать не желаем, но когда в лесу собираются ведьмы, мы их разгоняем и мешаем их против вас в судовании. Поэтому снимите все обвинения. Кстати, да, если вы дадите нам денег, это тоже будет неплохо. Дело было в Вернистуге, это в Легонии. Суд очень долго совещался, в конечном итоге денег им конечно никто не дал, но землю за ними оставили, всяческие обвинения сняли и даже выделили там по мешку зерна на брат. Как значит суть, что вербольфы не вербольфы, а существа полезные, в курс живут действительно доказано, что никакого колдостая и любительства от них не было. То есть мы видим, что к концу 17 века образ оборотня, который в молоте ведьмы у нас замечательное обучение преобносятся исключительно как продукт дьявольского обучения, рационализирован. Рационализирован настолько, что в конечном итоге лица, которых обвиняют именно в этом, без дополнительного состава преступления, рассматриваются не по нормам, отведенному процессуальным правом для бедовских процессов, судятся светским судом, судятся сугубо за тот ущерб, который они нанесли, либо не нанесли чужой жизни и здоровью собственности. И как можно предсказуемо завершить, уже в 18 веке, в начале 18 века, так называемый процесс север-вольфа сходит на нет. Известная история с жарданским зверем в 1757 год в Северной Франции, здесь уже никаких процессов расследования экзорцизма и лечения шло, здесь последовательно в область сверебствовало животное, направляли отряды охотников из переменных успехов в какой-то момент просто подстрелили, изловили, сделали чужую. Оказалось, между прочим, африканская веена, которую кто-то из местных аристократов привез в качестве домашнего животного из экспедиции. В домашних животных, думаю, в серьезных габаритах не очень хорошая фракция, поэтому выпустил его в лес, мог пускай побегать. Животный побегал очень хорошо, в ближайшие 20 лет. Гиена же взрослого человека, в принципе, увидеть может выйти. Они вымерли потом, в начале 19-го века примерно, то есть это реликка на них, да? Да, я понял. Большая, я понял. По-моему, это не гиена, это что-то львовидная собака или как-то так она называлась? Он вымер. Какая-то живость семейства псовых, очень нехилых размеров, которые потом радостно перестреляли уже во время масштабного колонизирования Северной Африи, ну, Северо-Западной Скорее. Вот. Подобная рационализация дальше была предпринята уже в 18-м веке по поводу так называемых уголей-бопил. То есть, в начале 18-го века вопрос в империзме это был вполне серьезный научный дискурс по тем временам. Писались книги, трактаты, назначались комиссии, очень много было возможности выбить грант от такие исследования Парижской Королевской Академии Наук. Более, в начале 18-го века, до 1740-х годов был даже учитель на благо степени для исследований империзма, например, есть он или нет, и если есть, как с ним бороться. И три подобных случая именно рационализаторского просветительского подхода к этому вопросу, они имели место быть в Австралии, естественно, в Австралии, когда она только-только из Австралийской империи, собственно, стала Австралией. То есть, в Трансильвании. Нет, не в Трансильвании, а в Сербии, как мы сказали. В Трансильвании там, в принципе, туристский бизнес по поводу замка Браны и Благоцепиш, он и так был нормально развит, да, в основном еще не происходило бы. То есть, так все, все, пока. Вечесни западных славян, просветные дни. Это было два случая, которые интересны для нас тем, что там имелся полный административный процесс, назначение специальной комиссии, с написанием ордеров, с обжалованиями, с просьбами то ускоренной процедуры, то заберенной процедуры, с попытками подсчитать моральный ущерб, ежели вдруг вот такие вампиры, наверное, как-то нехорошо, обгонять полдом, сжигать ту половину деревни и так далее. Первый случай был зарегистрирован в 1925 году с севским крестьянином Петром Благоевичем. Ну, там некоторые источники пишут, что по миру как Благоевич, некоторые как Благоевич, не думаю, что это важно. Данный крестьянин скончался в возрасте 52 лет, после чего, по свидетельству его сына, на протяжении 5 месяцев приходил домой по ночам и требовал, чтобы его приготовили поесть. Правда, кулинарные перестрации у него заметно изменились. Ну, в итоге, после того, как в деревне обнаружилось с достаточно малым промежутком 10-15 труб, местные платья с беспокойностью решили призвать комиссию. Комиссия, недолго думая, послала запрос на эксгумацию. Родственники покойного спросили, потому что все же таки, ну, может нечесть, но все же свой как-то даже неудобный. 52 года, душа в душу, ну, мало ли, все есть хотят. Конечно, в итоге, перебеска в констанциях заняла где-то 2 месяца, после чего могилу господина Благоевича раскопали, обнаружили, что господин Благоевич практически не разложился, после чего представитель Академии наук Твенской, которая присутствовала при всем этом, потому что случай был очень интересен в свете грантов, которые тогда массово раздавались не только в Париже, сказал, что вполне возможно, это такие эффекты разложили, но гарантировать он ничего не может, поэтому это разница. Дайте гранты. Дайте, что зашли. Но уже через год некий Арнаут Павле, бывший военнослужащий австрийской армии, скончался после 27 лет и до 1732 года, по мнению односельчан, развлекался за счет односельчан вовсю, с точки зрения гастрономического. Поскольку очень многие европейские державы, в частности немецкие княжества, в частности британские, практически все державы, кроме Франции, где эту тему активному силу это сошли, что Австро-Венле это какое-то дикое место, из-за процесса Благоевича, очень долго ничего не предпринималось. В конечном итоге снова была созвана ученая комиссия, отведили область лейтенанта Шнецера из самой Вены, который должен был провести расследование на месте, выяснить каково отношение местных жителей к вопросу эксплуатации и т.д. и в конечном итоге после полугодичных бюрократических страданий было пришло решение копать и утилизовывать. Выкопали, утилизовали, в чем там было дело неизвестно, но смертность значительно после этого снималась. Скорее всего на самом деле там была какая-то эпидемия или вроде того. Но здесь мы видим уже дальнейшую ступень рационализации фантастического нечеловеческого судебной точки зрения. И процедура по эсгумации Благоевича и процедура по эсгумации Ардомта Павле были крайне типичны для нашего понимания, но крайне типичны для понимания человека того времени и той эпохи с точки зрения именно анализа, скажем так, в перспективе историзма. Дело в том, что и Благоевич, и Павле не рассматривались как успокойный, но все же субъекты права, то есть речь не стояла о том, святотатство или не святотатство. Они рассматривались исключительно как собственность их прижизненных семей, или как вариант вечеринной собственности. И этот дискус, то есть дискус именно право собственности человека на собственное тело. И коллизии этого с правом, с наследием права, которое имеется у нас в той или иной стране, это, конечно, уже показывает нам такую ступень рационализации, которую в 16-м и тем более в 15-м веке было даже помыслить. То есть представьте себе ту же самую Сербию и Францию, ту же самую Сербию, все искренне полагают, что по округе вводят фурдалак, но никто не возражает против полугодичной бюрократической переписки, комиссиям, исследованиям, выдачи двух браков и продвижения господина Шнецера по званию на две ступени вверх. Первый раз лейтенант стал генерал майором. Ну впоследствии да, потом его брат убил. Генерал майор вот свой здоровый. Сначала правда его убил, потом генерал. И, собственно, последнее такое выведенное дело имелось у нас в 1892 году уже в Америке. Некая Мерси Браун после смерти от туберкулеза была обвинена в том, что ходит домой, пьет круг, младший брат и вообще ведет себя как-то непотребованно. Здесь у нас была прямая, здесь мы можем видеть пример демократии в действии, потому что на местном сходе было решено, что неважно, кто кран виноват, а в любом случае копать. Но в результате грустная история, потому что младший брат Мерси, скорее всего, заразился от нее еще когда она была жива туберкулезом, чахом, глазами. Естественно, все это специально на то, что детских порпьют. Поэтому, когда его выкопали, сердце вырезали, сожрели пепли, разрушали в воде, дали мальчику курить. Естественно, он скончался через два дня, потому что и там уже организм был ослаблен, а тут такая ударная доза возбудитель. Но эта грустная история опять-таки показывает нам полную отработку данного пугающего образа именно в культуре с юридической точки зрения. То есть, ходячий покойник – это уже не что-то, против чего сойти с огнем, с осиновым колом, с молебном и всем миром. Это что-то, что нужно зарегистрировать, установить, позаботиться, что никто не будет возражать против раскопок, после чего тихо и спокойно утилизовать, причем, замечу, при свете дня, а не только кровной ночи, в рамках совершенно официальной пугающей процедуры. И если попытаться перенести эту ситуацию, допустим, в тот же самый XVII век, то, само собой, эта ситуация в каком-то восприятии полностью не встанет. То есть, здесь мы уже имеем дальнейшую, не просто антропизацию непонятного, фантастического и нечеловеческого, не то, что предлагают нам делать авторы молодой ведьмы. Не антропизацию как юридическую фикцию, а антропизацию как низведение до чего-то, пусть не изученного доукой, но вполне материального и подлежащего, соответственно, такому взросмотрению, как любой другой материальный объект, а именно с правой точки зрения. Ну и, наконец, последний этап – это, не знаю, процессы против животных. Мы не будем сейчас осматривать тот их вид, который был исключительно экклезиастическим, то есть церковным, и заключался в том, что стая крыс или рой пчел, сначала им назначали адвоката, потом придавали аннатенцию церковной кафедры, потом просто думали, что вот нечего задрать людей, чем мой, и жать паси. Нехорошо. Мы сейчас посмотрим исключительно те случаи, когда животные или недушеводные предметы вступали как бы стороной в процессе по вопросу нанесения ущерба иммуществу жизни или здоровью человека. И когда дело осматривать, исключительно светский суд. Этому посвящена достаточно масштабная работа Петра Динцебахера и очень хорошая книга британского ученого-садоката Кадриф. Книга так и называется «Животные перед судом. История вопроса». Ну, такой достаточно внушительный талон страниц на 500, но там очень много приводится именно прецедентов с точки зрения их разбора как раз именно правопонимания. И постепенного перехода от магического мышления к тенденции к рационализации, к тенденции к контраклизации и выделению основных каких-то диалектических постулатов. И постепенному стремлению после привычной диалектики «своё, не своё», «я, другой, ведомое, чужое» не просто придать этому чужому понятные черты и перевести его на язык символического кода именно человекоподобие, но и рационализировать как нечто подобное себе, ввести в свой конструкт социальных взаимоотношений и, соответственно, обрести какие-то средства, скажем так, противопоства этому чужому. Противодействие ему на своих законах с той точки зрения, которую текстует общество для полноправных своих членов. И здесь, ну, понятно, что наиболее судимым животным здесь выступала свинья, потому что свинья, если никакой у Франции это практика. Ну, это и одежда, это и еда, это особо бедных и неразвитых районных компаньон единственное, наверное, зачастую. Дальше мы и тему взаимодействия нормандских крестьян с свиньей развивать не будем, потому что это все-таки престольное общество. Ну, в этом случае два практически методичных процесса. Свинья съела владельца. Свиньям — это свойство. То есть свинья, интересно, они едят всё. Здесь оба разных нас присутствовала бедная семья, которая оставила младенца в колыбельхе звери-землянки, оставила открытой. Свинья послась неподалёку, зашла, подумала, еда и лежит, и, соответственно, потерпела еду по назначению. В первом случае съела начисто, во втором случае отгрызла руки, и младенец не выжил. Такого грубого обращения. Так вот, первый случай — в 1266 году в Фонтенуа. Не тот город Фонтенуа, где была битва потом в 18-летней войне, а тот, который пригород Парижа сейчас. До дороги отель до Франции. Там свинья была судима. Причём свиней выделили адвоката. А адвокат сказал, что свинья не виновата, потому что свинья на и есть свинья. Вот, видно, что судья, сказал совершенно блестательный довод, с этой точки зрения, да все мы свиньи, господа. Почему свинья была Парижей? Всякие прилияния. Но здесь нас интересует именно процесс 1386 года. Как свинью можно повесить? В Париже. Когда свинью не просто повесили, а перед тем, как её повесить, её одели в женское платье. И дальше ходит, мы спросили, что если ты убиваешь людей, как убивают людей люди, то и больше человеком для цели своей судьбы. После чего свинью не съели, а сожгли. Потому что если повесить у человека, это как-то неприлично. Даже если у человека есть теоретическая фикция. И здесь мы видим опять-таки ту же самую тенденцию, на которую я хотела обратить внимание, а именно на рационализацию путём антропизации. То есть, чтобы вести некоторое противодействие тому или иному явлению субъекту, которое объективно не является человеком, мы хотя бы для цели данного процесса его человеком объявляем. Или, как в случае с жилием Гранье или бельминскими вермольфами, мы говорим, что нам безразлично, кто вы на самом деле, мы будем смотреть не кто вы есть, а что вы натворили. И если что, вы будете платить штраф. Или, как в случае с процессами свиней и так далее, я думаю, с процессами свиней и им подобных. Ещё собака очень часто доставалась в особенности бродячьи. Но, правда, они часто выходили от ответственности, потому что предварительная стадия средств была затруднена. Её пойти поймали, и все одинаково. И в конечном итоге второй путь рационализации, а именно, если мы видим, что ты явно не человек, но мы считаем, что против тебя необходимы некоторые противодействия по законам социума, то мы презюмируем, что ты человек, и будем в рамках процесса относиться к тебе соответственно. Дадим тебе адвоката, отлучим тебя от церкви, повесим прилично в одежде и не будем после этого есть. И, собственно, после того, как фактически отработан был уже к середине XVIII века, мы сейчас подчеркиваю, не будем говорить о Кельцкой и Кумене, потому что там принципиально другое восприятие мира, и там именно рационализации и отработки никогда не было практической нужды, в силу именно специфики и культурно-запрости цивилизации. То есть это некий такой кластер, который шел не совсем по тому пути, который описывает Пилипенко и Яковенко. Не совсем линейно прошли все эти статьи. Поэтому этого я сейчас касаться не буду, ну разве что, если останется время в конце, кажется, я вас поскриплю, если кому-то будет интересно. Но факт тот, что в континентальной Европе, в англо-ангеликанской культуре, не человеческой и фантастической, как в середине XVIII века, за исключением, конечно, в Милдере Ленде, где сейчас там было, что только не верят, было в массе своей рационализировано, атрибизировано и отработано. То есть в данном случае, контекст восприятия мира, он перешел со стадией первичного секретиса и борис с ним, и первой какой-то робкой диалектики и базовой атрибизации, то есть архетипизации окружающего мира, он плотно перешел именно в стадию критического разума и рационального анализа. То есть индивид в данном случае стал личностью еще и в том смысле, что он вышли у себя из стихии, будь то стихия природы, будь то стихия майнимистики, будь то уже зачаточно началось покидание, скажем так, субъективной стихии государства, и идеей. Да, были просветители, был 1689 год, был 1688 год, но уже были люди, которые в массовом порядке, грамотно и амортизмом, писали и выступали против этого. То есть, средний человек 1750-х годов, это уже или еще далеко не тот персонаж, который пойдет на баррикады в 1790-х. Совсем не тот. И здесь, конечно, следует помнить, что прогресс не необратимый, регресс и деграданс в обратную сторону всегда вам нужен. И после того, как мифологическое человечество было обработано и рационализировано, после того, как человек вырвал из себя, из контекста постоянной флуктуации вот этих вот синкретических, магических потоков вокруг него, их заместили потоки социальные. И поэтому, когда мы сталкиваемся с абаллиционистской риторикой и с контрабаллиционистской риторикой в 18 веке с обеих сторон, то здесь мы видим риторику примерно ту же. Стремление рационализировать и антропизировать человека, чей вид, чье мышление, чей культурный бэкграунд абсолютно не похож на тот, который привык воспринимать субъект, с которым сам субъект себя либо ассоциирует, либо, по крайней мере, у него уже имеется исторически обоснованная богатая любовь общения. И не случайно абаллиционистская риторика в 18 веке, причем в особенности на севере британских островов, на главную паузу измытая фраза «Неужели они не люди?» Am I not a man and a brother? Это правильно. Ну да. И, собственно, потом и контрабаллиционистская риторика в Америке уже конца 19 века, после Гражданской войны, когда на юге стало понятно, что нет, ну, ребят, конечно, замечательно, вы пришли, вы освободили, только все стало значительно хуже. Теперь это такая же точная разруха, так же грабит значительно больше, и при этом все уже не стесняются друг друга не любить. Здесь риторика опять-таки состояла в акцентах на органическом отличии того или иного субъекта, который так или иначе отличается от нашего, скажем так, говорящего субъекта, от субъекта, от чьего лица мы сейчас рассматриваем эту ситуацию, отличие позиционируется как органическое. То есть, да, конечно, он человек, но он какой-то не такой человек, он принципиально иной человек, он качественно, а не только внешне, а структурно отличается от нас, именно поэтому он не в состоянии действовать как такой же разумный автор, как я, или ты, или любой, другой человек из нашей общины. именно поэтому мы выключаем его из рассмотрения как свободного, как, из рассмотрения качества свободного индивида и субъекта права. И в качестве аргументации этому пользуемся, о том, что он качественно не способен, не способен, вне зависимости от своих желаний, устремлений, того, сколько души он наложит, вести себя как разумный, свободный субъект права. Он органически не может таковым являться. И именно поэтому, собственно, в конце 19-го века по поводу негров в Америке дискурс в основном был биологическим и антропологическим. И только потом, уже после, не случайно, после Второй мировой войны, когда, подобные биологические и антропологические доводы, понятно, они частью были объективно разбиты, частью даже те, которые наука еще не могла проверить, все равно они стали считаться, откровенно не блестуя в нормальном обществе. Именно после этого стал возможен Мартин Бутеркин, Роза Парси и так далее, и тому подобное. То есть, рационализация прошла до того этапа, когда человек уже рационализировал окружающий мир. Когда он уже не считает, что за каждым углом его ждет чудовище. Более того, он не просто не боится этого чудовища, он полагает, что даже если он пойдет за город и увидит там чудовище, это галлюцинация и на самом деле вместо чудовища автомобиль, либо какое-то чудо техники и на самом деле испытания. Либо кто-то незачем больной, поэтому отрасли головы. Но драконов не бывает. И после тотальной рационализации окружающего мира, человек столкнулся с новым вызовом. Как личность он должен бы рационализировать сам себя. И эта рационализация, естественно, пошла через попытки преодолеть отчуждение от другого. С первого из биологического другого, от антропологического другого, потом культурологического другого. В этом, собственно говоря, состоит главное пакостное выступление, что то, что принято называть обычной дискриминации и те привилегии, которые вытекают из борьбы против нее, в особенности, которые вытекают из борьбы против нее, это фактически та же самая дискриминация есть. То есть привилегии, исходящие из того, что кто-то отличается от нас физически, по национальному признаку, по признаку того, что очень мало людей верят, согласно канонам той религии, к тому, что очень мало людей и почитают вести личную жизнь с представителями того голоса, который вы считаете, делать, например, вопрос о огромном посвящающем себе на проекте. Всё это фактически есть та же самая недорационализированная эрудимент иррационального мышления, иррационального магического мышления. То есть человек, который говорит о борьбе с дискриминацией в днестремлевом понимании, на мой взгляд, с точки зрения либертарианской теории права, он не решает проблему дискриминации, он просто выворачивает её в обратную сторону. Это не человек, то есть это не такой же человек, как мы. Он не может быть таким же равным разумным субъектом, как я, ты, вы, все мы, и поэтому мы будем делать ему преференции, выдавать ему привилегии. Но не потому, что мы признали его наконец разумным субъектом, потому что мы решили его неразумность с нашей точки зрения, его отчуждённость, его... Ой, ну... Мы же раньше его бы нарядили в женское платье и повисили, а теперь мы стали добрые. Да, и теперь мы будем позволять ему, допустим, отобариваться со скидкой, потому что, ну, посмотрите же на него, нужно быть терпимей. Мы же, в конце концов, трудим и не желаем никого дискриминировать. И, по большому счёту, это, на самом деле, с точки зрения его структурно-сематической, это примерно то же самое суждение, что и суждение Ливонского суда в 1692 году. Ну, конечно, ты оборотень, но польза у тебя много, мы будем к тебе терпимее, поэтому на тебе мешок зерна, на тебе свиню, всё свободно. И мы не будем акцентировать внимание на том, что ты, скорее всего, оборотень, да. Давайте будем вести себя вежливо и обращаться к нему по имени, а не «Эй, ты, Олг!» и не «Ко мне, ко мне в ноге», естественно. Ну, собственно... В 1658 году в Шотлане, в 1677 году. В общем, в Шотлане один человек, с вами у Дона Матриевна, украл корову. Бывает. Поймали его с этой коровой, причём он упал через пару часов. Тоже бы так, не повезло. Преверенцию это уже как бы совсем не повезло, но тем более часто случается. После чего он был страшной обижен, что вот грозят такие санкции ввиду этой злосчастной коровы, да и корова-то так себе хромая, тощая, неизвестная, чем больна. Я, в общем, активно ругался с судьёй и стражниками, доказывая, что ради одной коровы, человеком атаку, через полстраны, да вперед, да под суд, да вы, ребят, вообще креста на вас нет. И, конечно, в итоге сказал, что я, между прочим, 3 раза подряд играл на моргане для Леон-богини-дамы, когда они с холмов выходили. И один раз с ними в чём-то там участвовал, так и не понял в чём. А вы пришлёте эту корову как будто ничего хуже, придумать ей нельзя. Всё, я задумался, сказал, действительно, корова не самая худшая в твоей жизни. Поэтому не штраф, а повесть. Вот такая была празднестка. В этот проект даже никто не пошёл. А в Швеции была совсем другая история про женщину, которая... Дочка местного уборщика, там, дожила до 30 лет без особых ухажёров, без каких-то активных социальных взаимоотношений. Ну, дама была страшная. Но с какого-то момента поваривалась, она по ночам гуляет по склонам горы. Ну, и с регулярностью примерно раз в 7 лет у неё после этого рождались дети. После этого дети через год примерно после своего рождения куда-то пропадали. Адам опять ходил по склонам горыры, да, и говорил, что вот, значит, Альва выходит из холмов, есть там один такой, вот регулярно к ней приходит, делает авансы, говорит красивые слова, потом бац, дети, потом он детей уносит, и никаких стало быть элементов. В принципе, в чём самое интересное, что сама эта проблема никого вокруг не волновала. Никто не ставил ей в ухо, что неприлично так себя вести. Никто не спрашивал, где она... Никто не говорил, что... А вообще-то с точки зрения, вот, у тебя, деточка, чёрная магия. В какой-то момент просто всем надоело, что она ночами ходит по деревне и спать, невозможно. В результате её повезли в место. Суд посмотрел и сказал, что как бы личное дело каждого, ребята. Но раз ты не даёшь соседям спать, на тебе большой сребольный крест носи. После этого посещения прекратились, и до самой смерти жалуются, что ей испортили личную жизнь. Как бы в этих двух историях примечать на то, что сам факт того, что рядом где-то существует нечто нечеловеческое, у суда никаких сомнений не вызвал. Более того, даже удивления не вызвал. Что, ага, значит, а в чёрной мессе участвуешь? Ну, действительно, да, коровник тебе простит. Пожалуй, прав, что зря мы так тебя за эту корову. Значит, соседям спать мешаешь? Без разницы, из-за кого, из-за аль, у человека, из-за чёрта с рогами. Нет, хорошо. Надо пресечь. Ну, или, скажем так, здесь, но это как бы уже специфика, то есть в Скандинавии, Кельская Кумена, здесь восприятие, ну, всегда было, скажем так, непокотинентальной модели. То есть люди всегда, не отключая как бы и нынешний фильм, знали, что да уж, вот такое есть. Но, традиция популярная доступна разъясняет, как с ним правильно обращаться, чтобы все были довольны. Так зачем же устраивать его к этому шуму? То есть, и поэтому ведовские процессы, они в Шаклане тоже самое были только в XVII веке, когда Яковс Первый стёрт, и его личные особенности головного мысла. Спасибо, Леонидович. А какие вопросы есть, Валерий, Даня? У меня вопрос такой, по поводу более раннего периода. То есть, более-менее понятно, почему это там только в XIII веке начались судебные процессы, потому что до этого решали о несудебном порядке, как я понимаю, да? А вот мне интересует насчёт времён римских и релинистических. Вот мы что-нибудь знаем про это? То есть, скажем так, мы знаем, что там этого совершенно точно не было, или мы просто про это ничего не знаем? Нет, есть достаточно большое количество источников именно по античности, но проблема в том, что античный человек, как всё-таки человек, несмотря на классическую философию, он человек очень далеко ушедший с инкризисом, в особенности именно химфологический этап. И, собственно, поэтому там та же самая ситуация, что и в Кельтской и Кумении, как в античное время, собственно, так и потом в новое время. То есть, да, мы всё это видим, оно всё есть, вон там за холмом Пан с рогами, вот там под холмом ещё кто-то живёт, копошится, вон чудовище над нами в облаках летит. И что? Как бы говорит нам античный человек. Традиция нам говорит, как с этим правильно обращаться, что нужно сказать чудовище, чтобы оно тебе не съело, как бы уже вежливо обратись с Патлот, чтобы он там приятную беседу с тобой повёл, никакой-нибудь пакость подшутил. И, собственно, именно поэтому подобных вещей не было, потому что античный человек, он настолько близок к синкризису, что получается, как в том анекдоте. Есть такой прекрасный анекдот про психиатра. Это не про психотерапевта. К психотерапевту пришёл человек и сказал, доктор, я всё время, я делаю в своей жизни постоянно что-то не так, совершаю ошибку за ошибкой, ссорюсь с людьми, меня это очень беспокоит, я страдаю и мучаюсь, что мне делать. Доктор ему говорит, ну, там транквилизатор, попейте таблеточек, пригодите через две недели. Через две недели приходит счастливо, там, блаженство разливается, прям как от Далай-Ла. Он говорит, ну что, помогли таблеточки, вы перестали бросаться на них. Он говорит, да нет, я по-прежнему на всех ору, только меня это не беспокоит. Вот то же самое. Ну да, вокруг и насчёт, у нас-то не беспокоит, мы знаем, как с ними общаться. Это норма. То есть именно поэтому отечественной проблемы не было. А потом, когда уже именно логоцентрическая система, ранее Средневековье, как раз и начинается именно в культуре готики, то есть в Средневековье дистиллированном виде, это становится проблемой. То есть это уже не, о, я вижу фарма за кустом, мы замечательно пойдём с ним выпьем, а, о боже, я вижу фарма за кустом, так, нужно срочно знать его огневым мечом, пока он не запущил меня в ад. И да, мне оставили. Но это было связано как-то вот именно с тем, что христианство пришло на смену. То есть для язычества действительно эти силы, скажем так, нейтральные. А для христианства это явный дьяволь. Да, я думаю нет. На самом деле я думаю нет, потому что христианское вероучение именно по поводу этих конкретных моментов, оно не имеет конкретной догматики. Имеется конкретная догматика по так называемой силы ада, силы зла, но проблема в том, что низшая демонология, низшая мифология, то есть то, что в различных культурах обычно понимается под названием малый народ и так далее, далеко не всегда в это вписывается. То есть, к примеру, идёшь ты по дороге, навстречу тебе чёрт с рогами. И завести с чёртом вежливый разговор, это нехорошо, за это потом сожрут. А если идёшь ты по дороге, навстречу тебе эльфис холма, то сказать ему, что он нечисть, и гонять его крестом, это очень даже обидно, потому что нигде в Гиблии не сказано, что он нечисть. То есть тогда интересно получается, что вот это вот прогрессивное на самом деле развитие, оно сначала прошло через период, через ступень, когда то, к чему раньше страха не было и что нормально воспринималось, стало восприниматься каким-то совершенно жутким ужасом перед ним. Ну, скажем так, ужасом воспринималось не это, ужасом воспринимались многие вещи, которые чисто внешне и чисто по атрибутам стояли, скажем так, опасно близко к этим явлениям. То есть, опять-таки, ни одну женщину во время этих процессов не сожгли просто за то, что она, допустим, общалась с Вердой или с Кобальдой, но сожгли за то, что она общалась с ними в ходе черных мест. И таким образом, именно церковная судебная практика, она какое-то время по нас, то, чтобы разрешить вопрос о том, что же все-таки является преступлением против Бога, а что нет. Потому что, опять-таки, молитва очень наша, она тоже говорит, творец всего видимого и невидимого. То есть невидимое есть, оно создано точно так же создано Богом, как и мы, и оно имеет право существовать. Другое дело, что какое невидимое является творением, а какое невидимое является продуктом колдовства. И опять-таки, ну, скажем так, вот из современных, из, допустим, вот из личного опыта, я сама католичка, общаюсь с людьми, которые тоже католики, как и я, но у них совершенно разные этнические бэкграунды. И отношения, допустим, человека, который вырос в немецкой или в польской культуре подобным вещам, и отношения шокландца или ирландца, это две большие разницы. При том, что религия одна, знание новым, примерно на одном достаточно хорошем, ну, всяком лучше, чем у меня уровня, но отношения кардинально разные. Почему? Потому что здесь примешивалась именно национальная культурная традиция. То есть, если фольклор, допустим, польский фольклор, вообще центральный, соединский восточный фольклор, и что лес не ходи, потому что там леший этого дела не любит, он тебя съест, и проблем не оберешься, то, соответственно, и леший потом будет восприниматься как что-то, что надо гонять крестом. А если по какой-то речку завлеск, ади нормально, только вот там, которые там живут, ты им не хами, там нормально поговори, если можешь чем-то подарить, они тебе что-нибудь подарят. То отношение уже принципиально другое, и гонять крестом никто никого не будет. Но у меня последнее уточняющее, это вертикальная все-таки разница или горизонтальная. То есть, мы говорим о каком-то поступательном развитии, вот отношении, или это просто разные особенности одного, скажем так, четко это раскидать под бун таким восприятием незатруднительно. Я бы скорее это сделала кругольней эйдера. То есть, есть, скажем так, антично-киевский вопрос восприятия человеческого фантастического. Может оно есть, может его нет, но если я вижу, я не люблюсь, но есть себе и есть. И восприятие рационалистического, которое выросло из восприятия, собственно говоря, панического. Если я чего-то не понимаю, то или я его пойму, или я его уничтожу, потому что оно явно опасно. И в каком-то смысле это очень серьезно детерминируется именно исходной этнической национальной культуры, именно национальной культурной традиции. И дальше уже это вопрос того, насколько в той или иной местности, в той или иной общине, в той или иной социуме именно национально-культурная парадигма на эту тему сохранилась. То есть, по мере именно глобализации и размывания таких вот трат, вот таких вот традиционалистских вещей, и вообще, в принципе, таких вот факторных вещей, вещей, которые изучают за своеобразие отдельных этносов и субэтносов, безусловно, начинает преобладать вторая дисковь, вторая точка зрения, которая, ну, как выразить, вертикальная. Но она начинает преобладать не столько потому, что она напрямую наследует горизонтальной точке зрения, потому что в рамках даже одной правовой культуры, в рамках той же самой европейской цивилизации, они вполне могут даже в наше время сосуществовать. Там, допустим, сколько материалов наберет фольклорист, к примеру, где-нибудь в Голову или в Грасс и Керри, и сколько он наберет в пригороды Женевы. В местности примерно то же самое и по Лисисусу, но тем не менее. И это, мне кажется, зависит не столько от течения времени, сколько от того, насколько размываются именно первичные и популярные какие-то мировозненческие структуры. Почти все, что Вы рассказали, относятся к реалу западного христианства. А можно ли как-то прокомментировать историю, если она была аналогов в восточнохристианском реале, в православном? Ну, насколько я знаю... Вот Австро-Венгрия, там Сербия... Сербия, это как раз... Ну там, на самом деле, в православном христианстве, но после съезда, в России, как раз, была очень четко принята, как называемая, вертикальная позиция. То есть все вот это вот, что было до. То есть все, что у нас это поклера, это вот такая языческая нехорошая штука, которая это все чертит, все бесы, смещается невесту все равно очень хорошего, что надо гонять, пугать, искоренять. То есть фактически из всей нишей демонологии в русском фольклоре, единственное, что более-менее одобряется как-то, это домовой. То есть домовой, это... Единственное, что фольклор, в принципе, требует тот стандартный, для сложителя уважать, начаться к нему ласковить, хозяй, там что-то оставлять, и вообще заключать какой-то пакт или нападение. Итог, при этом специально-церковная позиция, то что? Это нечисть. И договариваться с ней путем низким англором это тоже как-то не есть хорошо. В всяком случае, так было до 17-го года. И на самом деле, даже то же самое и в фольклорных образах чистого литературы, в культуре, те же самые архетипы леса и архетипы города. Сравнить, например, архетипы леса и архетипы города в Ирландии, в Шотландии и сравнить их в России, в Украине, в Белоруссии и так далее и подобное. Лес может быть как враждебным, так и невраждебным, но зачастую это некий выгод в иное состояние, некий новый шанс при рождении и так далее и подобное, и является пространством укрывающим, кормящим, населенным и в целом живым. А город полный людей, это уже персонаж средней ирландской и шотландской сказки, идет в большой город, только чтобы там что-нибудь потерять, и хорошо, если не было. И вообще хорошо, если он туда идет, а они его туда везут в конце истории на телеге со стражниками. А если смотреть, допустим, восточнославянскую сказочную традицию, то что делает человек, попав здесь в правильность, стремится всеми силами оттуда выбраться? То есть здесь как раз была принята очень жесткая вертикальная система восприятия, и я думаю, что и в последнюю очередь, потому что вообще ратикализация достаточно характерная для византийской и поствизантийской традиций. Просто потому что все должно быть четко структурировано, систематизировано и, скажем так, холизировано. Есть у нас Бог, есть у нас Царь, есть у нас Священный Синод, есть у нас правила, которые необходимо выполнять. А вот если все будут в лес бегать и жаловаться там спавном и сатиром, это будет как-то нехорошо. Я спрашивал не о холизионе, а о юстиции. А юстиция была очень простая. Если что-то такое всплывает, жечь. То есть я при этом сетах даже звоню. Всплывает сразу жечь. Можно ли представить себе в Византии или на Курси, чтобы свинью о судебных приговорах повесили? Нет. Почему? Я такого представить не могу. Я думаю, потому что, скажем так, естественный путь объективации и рационализации, он был именно неправовой культурой, неправой типокультурой, серьезно искорежен и подавлен. То есть вместо того, чтобы это развитие шло поступательно или как-то, в принципе, вышло за эти рамки, как, допустим, в античной Кельской окумении варилось где-то в стороне этой проблематики, вместо этого мы имеем, скажем так, насильную структуризацию и рационализацию по заданным иррациональным лекалам. То есть человек неправовой, он в любом случае иррационален. И даже если он выйдет внешне, как уже говорил Владимир Александрович, на уровень человека-паллиатра, даже человека-личности, он все равно скатится в то, что он есть. И в аллее существует ситуация. Он все равно покажет свое истинное мировосприятие. И в данном случае до рационализации свиней я полагаю, что он не доходил, просто потому, что тут бы друг друга рационализировать как-то. Тут бы как-то понять, как все это еще держится и научиться какие-то базные вещи в жизни делать без оглядки на доброго царя. То есть мне кажется, тот ресурс интеллектуальный, волевой, который у общности в нормальных для меня правовых условиях ушел бы в рационализацию окружающего мира, тут уходил бы на то, чтобы просто банально не перебрестил ток. Значит ли это, что незападным обществам по мере их будущей рационализации еще предстоит пройти через все эти эпизоды и птицы, которые... Предстоит пройти свиней. А почему у нас в 90-е годы пошел вот этот бум всяких шизотериков? Свиней у нас не вершли. В городах, в городах, в городах, в городах, снимая порчу, дарю смерти, услуги у Куба-Сукуба, в городах, в городах. Наша юстиция, веки, воспринимает совершенно эти демы. А, воспринимает. То есть наша юстиция сам бесит. У нас российская юстиция уголовная, она воспринимает ничего с ней очень бесит. Мошенничество. Она не воспринимает это с точки зрения догматическое право. Но при этом, если человек пошел к гадалке, она пообещала ему, что как бы через два месяца за него выйдет замуж, ну, не знаю, кого может человек пожелать, чтобы он за него вышел замуж? Уважаю, наверное, не скажу. Ладно, хорошо. Приходит тетя к гадалке и говорит, хочу такого, как Путин, чтобы женились. Заключает они договор, потому что сделка могла быть доказана. И через два месяца Путин не женится. И женщина имеет полное право выйти в суд и скажет, что будет качественная оказание услуги. Обещали Путину? Где Путину? Но правда, да, то есть еще говорят, что судья скажет, Путин там же, где ей всегда еще долго-то будет. Дамочка, успокойтесь. Я, разрешите, добавлю немного. Я как-то раз в воле обстоятельств прочитал несколько детективов одного очень популярного автора. Ну, так получилось, что больше было нечего читать. И вот там несколько штук прочитал. Детективы автора дико популярного. И я поразился тому, что там всякого рода такие вот вещи там про экстрасенсов, гипнотизеров, про какие-то излучения, которые там что-то с людьми делают. То есть это описывалось как абсолютно какие-то обыденные вещи, которые вот реалируют шестой. Это Данцова или Маринина? Это Маринина. Данцова я не читал никогда. Данцова я одну книжку прочитал, когда я. Я думаю, что... Учитывая, что Маринина... Путин, давайте лучше почувствовать, чем по Данцову. Пожалуйста, извините. То есть, учитывая, что Маринина из них считается сам крутым автором, я думаю, что остальных все еще забористее. Так что я думаю, что это очень яркое такое представление о том, что творится в нашем обыденном состоянии. Кстати, да, вот по поводу именно патестрационализации Китая и Япония. Там эта рационализация никогда не шла. То есть ни антропизация, ни походу вставить какие-то договорные взаимоотношения, ни вписание до юридической фикции. То есть всегда все вот эти патестические вещи боятся, 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 боятся страшно. И там, что если представляет Китай, никому рассказывать не надо. Что если представляла собой Японию до американского вторжения, пожалуй, тоже. Вот Северная Корея мы сейчас видим. Там вся природа, Сурлитана. Северная Корея это вообще совершенно... Да, я читала в интернете Северокорейский комплекс. Это прекрасно. Маленький Ким Чен Ирубил. Нет. Действие американцев. Нет. Скажем так, кровососущие духи река, держимые праведным парнем, строят социализм, это было хорошо. Если бы это было не всерьез, я бы сказала, что автор гейд, ему на премию не пропало. Правильно. Не, ну южнокорейский комикс это тоже прекрасно, потому что люди тоже совсем недавно из ситуации выдрались, поэтому там у них там черт в ступе, на черте в ступе сидит и опять-таки ступу с чертом погоняет. Не, ну пожалуйста, аниме посмотрите. Это же редкая антирпологическая цель. Нет, у меня как бы старший участник фестиваля комиссии 5 лет, так что я знаю, что это такое, поэтому со знанием дела. Вот на Западе такое снимут разве что по книгам геймана, но геймана специально для этого и нужен. Верочка, спасибо тебе большое. Спасибо. Уважаемая Вера, уважаемые господа, на этом мы заканчиваем последние останки. Расходимся. Спасибо всем.